День народа Народного единства – один из самых молодых государственных праздников. Его учредили в 2004-м, а впервые отметили в 2005-м году. Знаменательную дату приурочили к памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьми Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Этот праздник знаменовал собой окончание смутного времени. В преддверии праздника единства всех соседствующих народов мы решили окунуться в историю народа нашего, поближе познакомиться с его культурой и ремеслами. Лучше всего узнать о тонкостях исконно русских традиций можно здесь, в студии творчества эпохи. В Химках это единственное место, где сосредоточены сразу все виды древних ремесел. Это те самые пяльца, на которых, так скажем, бабушки вышивались. Но, естественно, это не с тех времен, современные. Но вот именно эти пяльца, этим пяльцам, ну, где-то лет 25. Найти, заказать очень сложно. Никто не знает. Именно квадратные – это учебные. Это маленькие пяльца, размер маленький. Ведь если, допустим, вышивать столовое белье, нужны пяльца большие. Ну, размер, да? Полтора, например, метра. Любовь Камаева увлекается Русью и всем, что с ней связано, без малого 30 лет. Узоры и орнаменты традиционной русской вышивки повторяет и сегодня. На воротнике жгучек красного костюма узор, созданный ею по мотивам золотной вышивки. Здесь вышивка использовалась на подкладе. Растительный орнамент. Ну, мне больше нравится растительный орнамент. Это вышивка шелком, не золотом, шелком. Поэтому мы и говорим по мотивам золотного шития. Шелком в одну ниточку. Все это в прикреп вышивается, как и настоящая золотная вышивка, только шелком. Вы удивитесь, но этой работе уже более 25 лет. Я думаю, вообще вот вышивка, которая сделана по мотивам народной вышивки, да, она не теряет вообще актуальности. Я думаю, ну, пусть, допустим, юбка не та длины, может быть, там как-то длину сделать. Ну, вверх, ну, согласитесь, да, вот если пройтись в вышитый костюм, вышитое платье, ну, я не знаю, по-моему, это шикарно просто. И ничуть не хуже каких-то там иностранных кутюрье. Любовь Камаева заметила, все чаще западные модельеры в своих работах обращаются к славянской культуре, используют наши орнаменты. У нас намного богаче вышивка. Они у нас подглядывают, потому что, ну, у них нет такой вышивки. У нас любой костюм взять, в любой губернии, да, там столько вот всего просто. Они берут это и переделывают на свой лад. А мы забываем. А мы почему-то забываем наши традиции. Казалось бы, вот оно. Открыв студию творчества, Любовь и еще несколько человек организовали здесь кружки. Теперь каждый желающий может прийти и поучиться древнерусским промыслом. Вышивки, резьби и росписи по дереву, а также созданию детских игрушек. Мы все шили, да, на Руси, и мы все имели всякие тряпочки, обрезочки. Вот из них они и делались. Кукла Мотанка – любимая игрушка детей на Руси, особенно девочек. Она делается без иголок и ножниц. Все руками. Сначала рвут лоскуты, из них делают фигурку. Лицо, потом руки. Получается туловище – основа будущей куколки. Я не могла упустить возможности прикоснуться к древнерусскому промыслу. И решила вместе с любовью сделать такую игрушку. Мы кладем лицевой стороной, посередине, у нас будет талия посередине, руки наверх, да, это все убираем и заворачиваем. Заворачиваем, и вот здесь надо будет туго-туго-туго завязать. С непривычки лоскуты то и дело выскакивают, а туго завязать ленточку оказывается непросто. Очень туго завязать, иначе у нее слетает юбка. Еще пара юбок, чтобы было пышно, и фартук. Его носили все русские женщины поверх своих повседневных нарядов. Ну и главный атрибут образа – косынка. Любовь Камаева говорит, не каждый умеет завязывать ее правильно, по-русски. Вот. Руки помнят. Генетическая память. Это точно. Ну вот, ну, все. Прекрасно. Она, конечно, не такая прекрасная, как ваша, но... Ну, все равно же получилось, но... Такая кукла-танка получилась у меня. Оказывается, действительно, достаточно несложно сделать, но для того, чтобы она получилась аккуратной, руку, конечно, набивать и набивать. В студии творчества эпохи еще много чего интересного. Здесь с головой окунаешься в прошлое. Узнаешь, чем жили, чем увлекались, чему отдавали себя наши прародители. Знать и уважать историю важно. Продолжать и чтить исконные традиции еще важнее. Нина Бережная, Алексей Сыченко, специально для Химки ТВ.